Это макет, реконструкция древней римской артиллерии. В данном случае это баллиста, которую называли «Скорпион». Это был самый легкий вариант баллисты. Использовалась в боях, стреляла на большие расстояния и одним выстрелом могла поразить сразу несколько одоспешенных противников вражеского строя. Когда появились такого типа орудия? Баллисты появились, предположительно, в III веке до н.э. и использовались до конца существования Римской империи. А можно показать, как она заряжалась, чем стреляла? Баллиста по своему типу напоминала арбалет. Это самая понятная, близкая аналогия. Использовался торсионный тип натяжителя. То есть это канаты? Это обычные канаты, множество раз натянутые. И они служили упругим элементом. Рабочим элементом. Сзади вы видите заряжающий механизм. Ложе, на которое ставилась стрела, было подвижным. Оно вот так вытягивалось, зубцами захватывалось, курок взводился вот таким образом. Вот такая большая стрела использовалась, болт. Это болт, да? Да, она ставилась... Больше не стрела, больше то, что у арбалета потом использовалась. Да, да. Я заряжать не буду по-настоящему. Покажу принцип. Вот так натягивалось. И барабан накручивался. Для этого использовались съемные рукоятки. Зубчатый механизм. Это коза, которую мы используем в гараже? Да. Сколько человек обслуживало такую машину? Расчет орудия? Достаточно было одного. Но если были помощники, просто заряжание происходило быстрее. Плюс личный состав выбывал во время боя, поэтому обычно человека 2-3 на каждый скорпион использовалось. Я пока... Это используется против пехоты именно, да? Да, это исключительно противопехотное было оружие. Я сейчас натягивать полную силу не буду, но покажу, как оно стреляет примерно. Вот я натянул, и все, что я должен сделать, это прицелиться и потянуть за ручку. Там уже стрела у нас стоит. Смотрим. Это была неполную силу. Если полную силу выстрелить, звук очень внушительный происходит, особенно если стрела вылетает. Что за упрошение вот здесь на лицевой стороне? Что здесь изображено? Что написано? На лицевой стороне изображено название легиона. Легион 11 Клавдиев. Дальше длинные надписи обозначали при каком консуле имя консула, имя легата и имя примепила во время использования и производства этой баллисты. Также изображались часто религиозные изображения, в данном случае изображения бога Нептуна и Капитолийской волчицы. 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 Продолжение следует...